Мысли о благополучной старости, в частности о заслуженной пенсии, заботят каждого белоруса. Теперь отслеживать личную биографию стало проще. Минтруда и соцзащиты запустило мобильное приложение. Сколько составляет трудовой стаж? Уплачивает ли работодатель страховые взносы? В каком объеме и всегда ли в срок? Ответы в один клик со своего смартфона. В рубрике «Сведения о трудовой деятельности», к примеру, можно узнать даты приема и увольнения. Зарегистрироваться просто. Необходим логин и пароль или ID-карта. После аутентификация в банковской системе идентификации. Пока приложение доступно только на Google Play. Разработчики не останавливаются на доступном функционале. С каждым обновлением добавляются новые возможности. Появится рубрика «Уведомления», информация о причинах, по которым начисляется зарплата ниже минимальной. Плюс пользователи смогут самостоятельно рассчитывать будущую пенсию. Презентация сервера прошла в начале февраля в Национальном пресс-центре. Обратная связь по поступающим вопросам, если это будут часто задаваемые вопросы, на сегодняшний день они будут размещаться на сайте Фонда социальной защиты населения в соответствующей рубрике «Мобильное приложение фонда». Там есть раздел «Вопрос-ответ». В стране с 2017-го, напомним, началась пенсионная реформа. Доходы считают за весь период официального трудоустройства, а число лет, за которые заработок подтверждается справками, ежегодно увеличивается на год вплоть до 2025-го. Сейчас это 29. Второе изменение – минимальный страховой стаж, срок, который необходим, чтобы рассчитывать на трудовую пенсию. В 2023-м – 19. Каждый гражданин, который работает на территории Республики Беларусь, является застрахованным лицом. То есть на него открывается индивидуальный лицевой счет, на котором аккумулируется информация о его трудовой деятельности. Теперь и социальное страхование будет пользоваться данными персонифицированного учета. Поэтому очень важно, чтобы информация, которая поступает на лицевые счета, естественно, была корректной. И кто, как не сам пользователь, кто, как не само застрахованное лицо, может лучше всех контролировать корректность поступления этой информации. Еще один этап реформы – накопительная пенсия, которая действует в стране с октября 2022-го. Преимущество системы в том, что по достижению почтенного возраста человек сможет получать дополнительные выплаты в течение пяти или десяти лет. Чем раньше работник начнет копить на будущее, тем выше станет ежемесячная прибавка. Самая популярная программа – 3 плюс 3, где работодатель и 11 тысяч договоров. Программа накопительного страхования дополнительной пенсии с каждым днем набирает все больше популярности. К нам обращаются не только люди, которым до достижения пенсионного возраста осталось 5-10 лет. Все больше эта программа популярна среди молодежи. Причем обращаются к нам не только жители города Бобруйска, но и близлежащих районов. Это и Кировский район, и Глоск. Сегодня в системе персонифицированного учета открыто 8 миллионов 300 тысяч индивидуальных лицевых счетов. Пенсию получают 2 миллиона 300 тысяч человек. На выплаты в прошлом году было выделено более 16 миллиардов рублей. Свою социальную направленность республиканский бюджет сохранит и в 2023-м.